доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и один из ярлычков расположенных на рабочем компьютере одной из моих сотрудниц является автоматизированная система спектр вот так вот она выглядит вот эта папочка а за спектр называется программа не требует установки она просто копируется на рабочий стол или в любое другое удобное место на вашем компьютере и не требует никакой установки все продумано для не специалистов не занимающихся компьютерами установками настройками и так далее и так далее и так далее я думаю что это видео будет достаточно большим возможно я буду записывать его частями и будет она посвящена именно вот этой оболочки этой программе спектр а за спектр автоматизированному заключению спектр как устану говорить так закончу видео как только значит почувствую что отдохнул или на следующий день как-то буду продолжать записывать видео по поводу этой программы буквально день или два назад я разговаривал с коллегой и в общем то понял ну не в первый раз наверное это осознал понял что очень есть большая заинтересованность и нечто подобном у наших коллег ну вот давайте я ее запустил эту программу так вот она выглядит обратите внимание это программа нашего изготовления лаборатория психологического обеспечения заключение по результатам экспериментально-психологического исследования ну и если угодно по результатам экспериментально-психологического исследования стандартного ЭПИ проводимого медицинскими психологами в где-то клинике или в каких-то диагностических лабораториях но одним словом ускоряем оптимизируем в хорошем смысле этого слова работу психологов-диагностов, которые быстро и легко, благодаря этому программному обеспечению, смогут составлять грамотные, всесторонне обоснованные заключения по результатам проводимых ими психологических исследований, экспериментально-психологических исследований. Понятно, что на данной машине компьютерной эта программа установлена, запущена, а самое главное она зарегистрирована. То есть регистрационный номер и программа пишет, программа зарегистрирована. Остановлюсь еще более подробно на том, что программа не требует установки. Это, в общем-то, касается всех программных продуктов лаборатории психологического обеспечения. Сделано это специально и осознанно, потому что в большинстве своем какие-то сложности, настройки, прежде всего установки, настройки, оптимизации каких-то программных средств сплошь и рядом встречаются. Мы в своей лаборатории постоянно экспериментируем, испытываем какие-то новые программные продукты, которые находим, опять же, взаимодействуя с нашими коллегами в интернете, сами какие-то новые программные обеспечения создаем. И сейчас у нас в работе две таких программы идет. Наши программисты над ними работают. Одним словом, для не специалиста, для спокойствия, никаких треволнений, никаких установок, никаких особых сложных настроек, каких-то наши программные продукты не требуют. Это очень-очень-очень важно. Потому что люди просто в психологии не впадают в ступор от того, что надо что-то там настраивать, подстраивать, оптимизировать, вводить еще что-то, какие-то коды и так далее и тому подобные вещи. Здесь все очень просто. Ярлычок без установки, запустили, программа оптимизирована, работает. Никаких дополнительных килодвижений не требуется в этом случае. Ну и давайте приступим. Значит, регистрационный код, программа зарегистрирована и, соответственно, настройки. Значит, все очень просто. Обратите внимание, единственные настройки, которые требует программа, это указать путь к сохранению получаемых данных. Обратите внимание, сейчас эта программа будет работать. Я ее буду дальше показывать. И все результаты, которые я получу, благодаря автоматизированному заключению, они сохранятся на диске C, Users, Рабочий стол, АЗ Спектр, папочка АЗ Спектр и, соответственно, папочка Результаты. И это будут у нас результаты, сохраненные в базе данных. Программа ведет базу данных, соответственно, пополняемая база данных в таблицах Excel для того, чтобы в дальнейшем специалист мог эту базу данных взять, каким-то образом проанализировать с помощью ли стандартных средств Excel, или же с помощью каких-то специализированных программных средств, типа SPSS статистика или же какие-то другие. Соответственно, сохраняем базу данных, пополняемый в файл Excel. И индивидуальные результаты. Куда без них, никуда без них не деться. Нам надо провести экспериментальное психологическое исследование, получить результаты, открыть эту программу, быстро заполнить, очень быстро, в течение буквально 5-7 минут, заполнить необходимые полученные нами данные в этой программе. То есть программа работает не без участия специалистов, и результаты она получает не без участия специалистов. И, соответственно, мы получаем какой-то итоговый результат, опять же, в формате файлов Excel, и, соответственно, их в дальнейшем можно распечатать, вклеить в дальнейшем куда-то в карточку, в историю болезни и так далее и тому подобное. Соответственно, база данных первая настраивается, куда это все сохраняется, и второе, индивидуальные результаты. Так все это и называется. Но давайте начнем. Буду говорить много по поводу этой программы, перескакивать, может быть, с одного на другого, но, тем не менее, мне кажется, будет какая-то логика. Нажимаем кнопочку «Начать работать», ничего сложного, и, собственно, открывается у нас сама форма программы. Так вот она выглядит. Давайте я сразу же перейду, наверное, на самое окончание. Значит, блок четвертый, потом пройдемся по каждому блоку. И вот у нас самое последнее, что мы заполняем. Это четвертый блок. Он включает в себя два подраздела. Я сейчас перешел в самый-самый-самый конец работы этой программы. Обратите внимание, блок номер 4. Заключение по результатам психологического обследования. Ну или же ЭПИ. И вот о чем мы говорили с моим коллегой буквально на днях, вчера или позавчера уже запамятовал. Соответственно, у нас делается вывод по двум вариантам патопсихологических симптомокомплексов. Вот прежде всего для нее я это показываю. Патопсихологические симптомокомплексы или патопсихологические синдромы. Мы работаем донозологическим уровнем. То есть мы есть симптоматический уровень, синдромальный уровень и нозология. Так вот, мы не берем и не знаем, в кавычках говоря, нозологии. Их должны знать врачи и психиатры. Мы знаем только вот эти самые симптомокомплексы, объединенные в синдромы. И, соответственно, автоматизированное заключение спектр позволяет выбрать один из двух вариантов. Это симптомокомплексы по Кудрявцеву и симптомокомплексы по Блейхеру и Кругу. Соответственно, давайте их посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. То есть при разработке программы мы учитывали, что один специалист, возможно, привык пользоваться. Это ведущие специалисты у нас по этим вопросам, да? По психологическим, патопсихологическим симптомокомплексам. И, соответственно, мы реализовали оба варианта. Специалист, привыкший работать по Кудрявцеву, ради бога, проставляет его симптомокомплексы. Специалист, привыкший работать по Блейхеру и Кругу, проставляет его симптомокомплексы. Соответственно, симптомокомплексов у Кудрявцева пять. И по Блейхеру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 симптомокомплексов. Все они прекрасно описаны в специализированной литературе. То есть можно взять, почитать, скачать эту литературу у нас на сайте. Они у нас есть, эта литература. И соответственно опираться в своей диагностической деятельности, выводов, по тем выводам, которые вы делаете, опираться на ту или иную систематику. Фактически это две систематики симптомокомплексов. Тут еще много на этой странице всего интересного. Тут выпадающие меню и так далее, и так далее, и так далее. Но мы до этого дойдем более последовательно, более логично, каким-то другим путем. Мы пойдем другим путем. И давайте вернемся в самое начало. То есть если мы сейчас с вами в блоке 4 подраздел 2, то сейчас я возвращаюсь в самое начало этой программы. Блок номер 1. И мы видим то, что мы видели при запуске этой программы. Соответственно, как она и что она работает. Обратите внимание. Здесь вот на этом компьютере, он у нас не основной в лаборатории, а как бы такой подстраховочный что ли. На другом компьютере, на котором вот сейчас работает мой специалист, сидит вот прямо напротив меня и заполняет это автоматизированное заключение. Тоже провела обследование. Пишет сейчас заключение. Открыл эту программу. Я только что это видел по программе R-Admin. Хорошо отслеживать все это дело, как и что работают мои специалисты. Соответственно, она сейчас сидит и заполняет уже работающую полноценную версию. Ну и эта полноценная версия, но она сейчас реальное обследование провела и реальное заключение пишет. Так вот, обратите внимание, у нас вот здесь есть такая возможность. Один из один. Тут никого не заведено. Программа сама внутри, помимо того, что она собирает базу данных в таблице Excel, экспортирует, так скажем. То есть после завершения работы, вот давайте на блок 4 перейдем. Вот здесь вот мы, значит, все заполнили по всем блокам это заключение. Нажимаем заключение и она, программа работает, собирает базу данных в том файлике, который я вам уже показывал. И, соответственно, формирует результат. Результат, то есть распечатанные листочки формата А4, которые можно распечатать в дальнейшем стандартными средствами Microsoft Excel. Соответственно, здесь в этой программе блок 1. Вот здесь у нас только один обследуемый. Если вы будете заполнять результаты, допустим, вот там фамилия Иванов, Иван Иванович, следующий у вас будет Сидор, Сидоров, Сидор, Сидорович и так далее. Соответственно, в самой программе также будет сохраняться в базе данных. То есть можно будет ее потом актуализировать и посмотреть, как в самом Азэспектр, то есть вот в этой самой оболочке, равно как ее можно будет посмотреть в Excel-ерской базе данных. То есть такое тройное копирование получается у этой программы. И сама программа сохраняет данные, и, соответственно, грамотно их экспортирует в базу данных Excel для дальнейших каких-то исторических исследований. Это вот важное замечание. Соответственно, ну давайте начнем работать. Вот у нас первый человек, у нас первое, что требует программа обязательно, она требует завести какой-то индивидуальный код. Он очень важен. Давайте его наберем 1.1. Не важно, что вы тут наберете. Ну, одним словом, значит, то, что вам потребуется. Там, допустим, номер карты, или, допустим, истории болезни этого пациента и так далее. Далее, по маске ввода мы должны ввести дату обследования. Соответственно, у нас сегодня, у меня на компьютере 18.09.2017. Первое, что мы завели. Далее идет обследование. Тут можно выбрать, оно первичное, то есть мы первично видим пациента. Оно периодическое имеется в виду, что мы вызываем его как бы на второй, на третий, может быть, сеанс диагностики и так далее. Повторное оно может быть. Соответственно, это может быть, допустим, обследование в течение одного текущего дня. Допустим, до обеда поработал человек и после обеда поработал человек. И внеплановое. Ну, совершенно какое-то нелогичное. Необходимо, внепланово, быстренько кого-то вам с приема направили. Вы, соответственно, берете этого человека, откладываете, отпускаете другого человека в палату, то есть в отделение и принимаете кого-то внепланово. Вот такая дифференциация. Эта дифференциация родилась у нас из психофизиологии, не из медицинской психологии, а из психофизиологии. Надо сказать, что мы пользуемся этим, попытались, по крайней мере, совместить в этом программном продукте работу как медицинского клинического психолога, так и психофизиолога, что для нас является, в общем-то, определяющим на данный момент видом деятельности. Но мы не забываем и про медицинских психологов. И, по сути говоря, если быть честным и откровенным, вот, собственно, АЗ-спектр, оно на 90%, ну, может быть, на 80%, рассчитано как раз на работу медицинских психологов и на грамотную работу психофизиологов, промышленных психофизиологов. Но изначально 80%, вы потом это все увидите, по другим блокам, это все-таки для медицинских клинических психологов. Вот таким образом. Итак, давайте выберем у нас обследование будет узкая первичная. И заполняем далее информацию по человеке. Это, понятно, будет фамилия. Иванов. Имя. Иван. Иванович. Выбираем его пол. Тут такое вот выпадающее меню. Соответственно, мужской, женский. Сделаем его мужчиной. И по маске Бода ведем его возраст. Предположим, родился он 11.11.1977 года. Как только мы с этого поля уходим, у нас вот здесь автоматическая программа рассчитывает его возраст. То есть, Иванову Иван Ивановичу в данный момент на 18.09.2017 года полных 39 лет. Далее идем. Место рождения. Пускай это будет город Новосибирск. Далее. Выпадающее меню. Состояние семьи. Полная семья. Неполная семья. Отсутствует один из родителей. Отсутствие родителей. В общем-то, других вариантов я не предполагаю. В любом случае, если у человека, даже он там родился в детдоме где-то, да, то есть, вернее, не родился, а был, значит, детдомовский товарищ, мы все равно можем отметить отсутствие родителей. Но он может знать родителей, может не знать. Соответственно, он может, допустим, написать. Отец. Основные профессии или должности родителей. Ну, давайте напишем его отцу. Должность, предположим, инженер. Можно дописать все, что угодно. Да. Хочу обратить ваше внимание. Поля не имеют ограничений. То есть, тут можно написать любое количество слов. Соответственно, там инженер. Пускай он там был изначально электромонтер через запятую, да. Затем он, значит, получил какое-то образование. И, соответственно, высшее образование там назначено на должность инженера. А закончил, предположим, свою трудовую деятельность. Если он на пенсии, может быть, он на нем на пенсии. Не важно. Ведущую должность. То есть, это очень важно для медицинского психолога. То есть, по принципу, упрощенно, примитивно, где родился, там и пригодился. То есть, яблоко от яблодней недалеко падает. Или наоборот, если шутить. Соответственно, можно представить себе какую-то общую конву, обстановку в семье обследуемого нами человека. Четко понимая и представляя, кто его родители. То есть, это люди с высшим ли образованием. В процессе беседы можно в дальнейшем будет, и вы это увидите, дополнить информацию о своем отце. Или же это люди с невысоким уровнем образовательным. Соответственно, занимаемым ими должности. Ну, допустим, матушка, пускай у него будет бухгалтер. Бухгалтер. Вот у этого нашего Иванова Ивана Ивановича. Далее. Мы можем с вами выбрать наличие братьев и сестер. Все идет по стандарту. То есть, когда медицинский психолог садится, у него индивидуальная беседа с пациентом. Он, как правило, спрашивает такие вещи. Как вас зовут? Когда вы родились? Расставляет сам, ручкой пишет, да, на бумажке в протоколе исследования. Пишет возраст этого человека. Спрашивает, родились полные, неполные семьи. Есть ли у вас братья и сестры? Ну, одним образом стандарт. И, соответственно, мы можем выбрать наличие братьев и сестер. Да, нет. Очень быстро это происходит, на самом деле, в процедуре заполнения за спектр. Мы можем не просто указать, что у него есть братья и сестры. Мы можем записать их количество. Мы, предположим, у него есть брат и сестра. Образование. Выбираем. Неполное, незаконченное образование. То есть, чего-то он там не закончил. Школу, допустим, не закончил. Неполное, среднее до 8 классов. Среднее образование 11 классов. Начальное, профессиональное. Ну, вот так по старинке мы написали. ГПТУ. Сейчас это все называется как-то по-другому. Но, тем не менее, можно четко проследить иерархию. То есть, не закончил вообще ничего. Редко такое случается. Ну, и, соответственно, первый вариант предлагается. Неполное, среднее. Среднее, начально-профессиональное. Средне-профессиональное. Имеется в виду по старинке. Техникум колледж. Но специалист может это потом дополнить в заключении. Высшее, профессиональное. Ну, и, предположим, незаконченное. Можно также потом написать в примечании. Имеется в виду незаконченное среднее, предположим. Дописать словом незаконченное среднее. Или же написать, допустим, незаконченное высшее. Варианты могут быть разными. И, соответственно, автоматизировать можно только подобным образом. Заполнили. Идем дальше. Служба в рядах вооруженных сил. В специализированных подразделениях. Большой разрыв. Да. Ну, мы его потом дополним в следующих блоках. Между, как бы, основной информацией, так называемые персональные данные. И потом, раз, и тебе тут вроде как бы служба в армии. Но, не пугайтесь, в остальных блоках все это будет раскрыто, уточнено и так далее и тому подобное. Итак, если он служил, мы заполняем. Если род войск и, соответственно, место службы. Обязательно. То есть, для мужчин это определяющим является. Служил, не служил, задается вопрос. Нет, не служил. По какой причине? Плоскостопие. Все понятно. Не служил. Да, вот там начинается разговор, рассказ и, соответственно, психолог уже это все фиксирует в протоколе обследования. Далее. Речь идет об основной специальности профессии испытуемого, нашего исследуемого Иванова Ивана Ивановича. Ну, пускай он будет дворник. Я так загнул дворник. Ой-ой-ой. Дворник. Далее. Наличие работы вообще есть она у него? Нет у него? Есть. Он дворник, он работает. Должность по-настоящему месту. А, вот тут основная специальность, профессия. Конечно, эксклюзми, я ошибся. То есть, имеется в виду, что это как бы полученная специальность в результате масломасляной полученного образования, образовательного уровня. Основная специальность. Ну, допустим, назовем ее черно-рабочий. Черно-рабочий. И, соответственно, должность. Дворник. Стаж по-настоящему месту работы. Да, я 10 лет уже этим занимаюсь, говорит он нам. Сленка течет. Сленка течет и так далее. Соответственно, мы заполнили с вами индивидуальные персональные данные на обследование, на обследуемого. И пункт 2, вторая часть, это социальная информация. То есть, некоторая примитивная, простая, вот такая самая-самая необходимая информация по человеку. В дальнейшем, повторюсь, мы его будем расширять, эту информацию по человеку и понимать более глубоко его психологический, социальный статус, профессиональный и так далее. Вот, пожалуй, это самое основное. Давайте я сейчас остановлюсь на этом. У вас есть возможность все это посмотреть, осознать. Следующее видео я продолжу уже по так же блоку номер 1, разделу 2, по части номер 3. Семейное положение, семейное состояние. На этом пока все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.